Всем привет! Вы смотрите канал Finty Wordpress. Этим роликом я начинаю некий цикл видео о плагине WP All Import. На сегодняшний день это единственное решение, которое позволяет импортировать любые типы записи и любые таксономии. Если вы знаете какие-то другие решения с таким же функционалом, напишите об этом в комментариях. Потому что кроме WP All Import я ничего не знаю, ну по крайней мере в свое время мне пришлось погуглить, я тогда не нашел. Может быть сейчас что-то появилось. Но на сегодня, по моему мнению, WP All Import является единственным решением, которое позволяет импортировать любые типы записи практически из любого источника. Я сейчас говорю именно про Pro-версию. Более того, актуальная его версия именно на момент записи видео это 4.6.4. В этой версии уже включена поддержка загрузки файлов по FTP, исправлены некоторые ошибки, унесены много-много-много изменений, внесено. Поэтому это у нас видео скорее такое некое ознакомительное, в нем я покажу, сделаем самый простой импорт, ну вот прям самый простейший. И заодно разберемся вообще с интерфейсом этого плагина и как он вообще в принципе работает. Поехали. Сразу надо отметить, что у плагина, естественно, коли есть платная, есть и бесплатная версия, причем на бесплатную версию есть аддон под e-commerce. Но бесплатная версия много чего не умеет, что очень часто встречается. Например, бесплатная версия не работает с произвольными полями, не работает с галереями, не работает с теми же самыми вариативными товарами. Ну в общем, там много ограничений, поэтому если у вас сложный импорт, то вам без платной версии не обойтись. Теперь что касается самих версий, потому что у них три тарифа и вот часто у меня спрашивают, какой тариф покупать. Вот версия за 100 долларов, там ничего нет, там просто сам плагин, который выпал импорт. Можно, конечно, обойтись именно версией стендалом, потому что он в принципе будет загружать любые типа записи и таксономии. Но у него не будет вот той поддержки в e-commerce необходимой для, например, вариативных товаров и атрибутов. Нет поддержки произвольных полей, например, созданных в Advanced Custom Fills, таких сложных, там, сгруппированных полей, репитеров и так далее. И нету поддержки юзеров. Юзеров он умеет импортировать, то есть пользователей, но придется там все это дело чуть ли не вручную будет делать. Поэтому смотрите, как получается. Если у вас в e-commerce и вариативные товары, тогда вам все равно потребуется версия с аддоном под e-commerce. Если у вас содержатся сложные произвольные поля, тогда вам потребуется полная версия. В принципе, я пользовался всеми этими вариантами. Если в e-commerce, то там без аддона этого не обойтись. Ну, там просто без вариантов, потому что там возникают свои проблемы с выбором и типов товаров, и атрибутов. Там много всяких вариантов, это мы в следующих видео разберем. Поэтому, если у вас сложный проект, наверное, сэкономить на этом плагине не получится. 200 долларов не греши, отдай. Ну, а так как аналогичных решений нету на рынке, соответственно, ребята могут диктовать свои нужные цены. Ну, правда, следует отдать им должное, эти 200 долларов, но на моей памяти уже лет 5 они как стоили 200 долларов 5 лет назад, так и сейчас они все это стоят. Но при этом плагин постоянно развивается, обновляется. Теперь давайте перейдем, собственно, к самому плагину, что он из себя представляет. После установки плагина появляется вот такой раздел. Здесь всего три пункта. Менеджер импортов, новый импорт, менеджер импортов и настройки. Настройки чаще всего я оставляю по дефолту, потому что некоторые эти настройки можно настроить во время импорта. Единственное, чем я пользуюсь, это вот импорт-экспорт здесь темплейтов. Это я тоже покажу в следующих видео, зачем они нужны и как с ними работать. Все остальные настройки, это уже подстраивается индивидуально под конкретный проект, под конкретный импорт. Потому что импортировать какие-либо записи, проблема-то небольшая. Основная проблема возникает потом, когда, например, несколько источников импорта, когда надо обновить правильно или когда надо заводить записи или товары уже на существующие. Вот там начинается веселуха. А когда у нас пустой сайт, надо завести по новой товары или записи какие-то, тут особых проблем, как правило, ни у кого не возникает. Здесь же вводятся лицензионные ключи, причем вот эта штука недавно появилась. Отдельный лицензионный ключ для работы плагина по крону. То есть, когда через какое-то определенное время он сам запускается по крону и сам там происходит импорт в фоновом режиме, чтобы не надо тыкать каждый раз запустить. И отдельный раздел, здесь он называется Functions Editor. Он есть уже и дальше везде. Это очень важная такая штука. Я дальше расскажу и покажу. В общем, этот раздел, такой своего рода редактор, который позволяет сюда записывать отдельные функции. Которые можно использовать в ходе импорта. Ну, например, подменять название или прописывать некую логику и так далее. Собственно, все настройки. Поэтому, если вы в первый раз открыли, оставляете как есть, а только введите лицензионный ключ и больше вам ничего не требуется. Поехали дальше. Теперь, как происходит импорт. У нас первый шаг. Здесь нам предлагают три кнопочки. Или загрузить файл, или указать линк. Причем, вот в новой версии появился раздел или по ссылке, или через FTP, SFTP. Это вот прям вот свежей версии появилось. Я этим еще не пользовался. Но, в принципе, у меня как-то надобности не было. И вот эта кнопочка Use Exiting File. То есть, использовать тот файл, который уже загружен. Это тоже можно делать. Первый импорт я буду показывать на демо товарах, которые идут с WooCommerce, там все попроще просто. Надо отметить сразу, что Pro-версия WPL Import понимает, в принципе, любые файлы. Он понимает CSV, XML, файлы Excel. Что мне было удивительно, даже вот такие файлы он понимает. То есть, сделанные, например, в Google Таблицах. То есть, это делает, работает это вот так вот. Берем ссылку, указываем. Но самое главное, чтобы в Google Таблицах настройки доступа были правильно сделаны. То есть, чтобы он мог обратиться. И здесь он сразу начинает показывать нужные данные. То есть, загружается. Тут проблем обычных нет. Ну, давайте, можно мы это загрузить. Тут разницы особой нет. Но показывать я все-таки буду на более простом файле. Итак, что у нас дальше происходит? После того, как файл загружен, нам предлагается выбрать, что это будут за элементы. Ну, и как видите, WPL Import позволяет... Ну, в данном случае у меня здесь только записи из страницы, из произвольных типов записей. Если бы у меня были дополнительные типы записи, он бы здесь их тоже вывел. Далее, таксономия, комментарии, пользователи. Можно загрузить. Можно загрузить для WooCommerce заказы, купоны, продукты, отзывы. Ну, и, соответственно, контактные формы. Это тоже отдельный тип записи. Их тоже можно при необходимости импортировать. Ну, например, вы можете их выгрузить, а потом здесь же импортировать. Тут проблем нет. Я выбираю здесь сейчас продукты. Следующий, второй шаг. Тоже очень важный. И здесь такой некий раздел, который многие пропускают. Но он такой... Но именно на этом шаге происходит такая некая магия. Внутри самого плагина он загруженный файл или по линку полученный файл, он его распарсивает и показывает те данные, которые нужны. Но здесь файл простой, вот, например, здесь сразу все видно. То есть здесь единый узел и здесь особых проблем не возникает. Но когда могут возникнуть проблемы? Например, у меня в практике было такое, что, например, у меня был CSV файл, где там находилось порядка 200 категорий. В каждой категории там по 5000 товаров. А надо было загрузить из одной категории. Именно с этого файла. Ну вот, чтобы не перебирать при импорте, есть вот такая штука. Add Filter Options. В данном фильтре можно указать фильтрацию необходимую. Ну, например, выбираем. Вот, выбираем категорию. Здесь мы выбираем, чему равно или не равно. Вот у нас категории здесь, причем они заводятся через знак. Ну, то есть, если у нас будет значение. То есть, в данном случае у нас появился вот такой вот фильтр. И, соответственно, этот фильтр у нас должен работать следующим образом. Если у нас раздел категории у нас не равно футболкам, тогда он получает товар. Иначе он это дело будет не работать. Вот здесь нажимаем применить фильтр. И у нас нифига не работает. Потому что здесь строка. Ну, вообще, надо сказать, что вообще при этом вот в парсинге этих файлов, по сути, это парсинг. То есть, то, что делается некими библиотеками, то, что сайты парсят, по сути, это то же самое. Но здесь очень четко надо разграничивать. Где строка, здесь, где число, как это должно работать. То есть, это тоже надо понимать. Поэтому давайте попробуем поставить здесь вот так вот и по новой обновить. И у нас уже осталось 20 товаров. Соответственно, то есть, у нас будут заходить только те товары, в которых нет. Вот этой строки в разделе категорий. Таким образом, можно отфильтровать нужные, ну, то есть, если у вас большие какие-то объемы данных. Если вам необходимо загружать данные только из определенной области и так далее. Более того, если мы говорим про WooCommerce, таким же макаром можно заводить отдельно, например, простые товары и вариативный товар. Или простые товары, загружаемые товары. Ну, сейчас поехали дальше. Следующий у нас шаг, собственно, тот, который чаще всего виден. То есть, здесь вот у нас, с правой колонки у нас сам товар. Ну, то есть, сам элемент. В левое мы здесь начинаем заполнение. Начинается все очень просто. Итак, заполняем заголовок. Берем. И здесь вот такими вот просто drag and drop'ами вот так вот все и заполняется. Описание, descriptions, descriptions. Дальше, если это у нас WooCommerce, здесь мы ставим простой продукт. Здесь мы ставим вот regular price. Друзья мои, я заведомо не показываю, как все это делать. Вот это разделение сложное, там, вариативные, простые товары, как их заводить и так далее. Это я буду показывать в отдельном видео, потому что там отдельная обширная тема. Сейчас я показываю, как это вообще работает. Это у нас раздел WooCommerce. Это у нас как раз тот самый раздел, который позволяет нам настраивать импорт именно товаров в WooCommerce. Далее идет штатный раздел. Это Image. Картинки. Вообще здесь существует три раздела. То есть, загружать картинки со стороннего ресурса, использовать картинки в текущей библиотеке Multimedia, и использовать картинки, загруженные сразу по определенному адресу. Здесь он говорит, wp-ul import files. Для чего это необходимо? Иногда, вот, например, нет таких вот ссылок, прямых ссылок на картинки. И тогда приходится картинки или выгружать, или как-то что-то с ними делать. И тогда, если у вас нет прямых линков, тогда надо указать системе о том, откуда ей картинки брать, чтобы она их подгружала. Здесь мы говорим, что вот здесь вот ты берешь картинки вот отсюда, вот из этой ячейки Manages, разделены урлы через запятую, вот здесь тоже стоит запятая, и здесь, обратите внимание, тоже запятая стоит. Потому что иногда бывает стоит там вертикальная черта, или еще какая-нибудь фигня. То есть, разделителей, сепараторов очень много. И это важный момент, как необходимо указывать. Более того, иногда бывает, что картинки заключены не в одну область. То есть, не как вот здесь вот, да, не просто через запятую, а, например, несколькими ячейками. То есть, там, big image, small image, вот так вот бывает. И тогда здесь можно указать, указывайте каждую ячейку на, или на своей строке, то есть переносите, или через, также через запятую, например. Далее, тут же, здесь же есть еще и некие опции для картинок. Здесь, вон, первая опция спрашивает, искать ли в библиотеке мультимедиа уже ранее загруженные картинки. Это нужно для того, чтобы не дублировались. То есть, чтобы при каждом импорте изображение он каждый раз не загружал. То есть, он поискал, если с таким же, например, урлом, или с таким же названием файла, картинка уже есть на сайте, он ее не загружает, он ее просто пропускает. Здесь еще обязательный чек, вот это keep image currently in media library, то есть, сохранять изображение, загруженное изображение в библиотеке мультимедиа. Но это, я всегда ставлю, я, правда, несложно представить, когда, например, не требуется загружать картинки, зачем тогда без картинок импорт заводить. Тоже вот, следующая интересная опция, сканировать контент поста на наличие тегов МГ. То есть, ну, у меня в практике пока такого не встречалось, то есть, это если у нас внутри поста содержится картинка, ну, и текст МГ, там же все равно идет линк. Причем, в связи с тем, что WordPress сам прописывает абсолютные ссылки, то там сидит прямой линк. И, соответственно, можно позволить системе, если здесь поставить, она будет сканировать именно вот этот раздел описания, и оттуда еще забирать картинки. Следующая опция, он здесь спрашивает установить первую картинку, то есть, первую, наверное, найденную картинку как миниатюру. Я тоже здесь ее всегда ставлю, но потому что чаще всего первая картинка, она и является миниатюрой. Ну, и следующая опция, такая, скажем так, для теста. Здесь он говорит, если картинки не загрузились, тогда весь пост создавайте в виде со статусом черновика. Да, тоже можно ставить, можно не ставить. Но вообще загрузка картинок проверяется вот этой кнопкой, превью и тест. То есть, если вы здесь картинки видите, они у вас отображаются корректно, значит, они и зайдут на сайт корректно. Это самое важное. Так, дальше у нас следующий раздел идет, Custom Fills. Я здесь ничего показывать не буду, потому что тоже отдельный видос буду записывать. Теперь категории товаров, метки товаров. Причем здесь это раздел таксономии категории, тоже один из самых сложных, на мой взгляд, именно с точки зрения управления всем этим. И здесь у нас есть сразу несколько настроек. Ну, в принципе, что метки товаров, что категории товаров, это и то, и то таксономия. И показываю я пока мест на категориях. Итак, первое, что он спрашивает. То есть, товар у нас находится всегда в одной категории. Товар находится, может находиться в нескольких категориях. Ну, например, у вас там есть категория одежда, и в ней находятся и ботинки, и свитера, и трусы какие-нибудь. То есть, такое чаще всего. Соответственно, если у нас здесь товар в нескольких категориях может находиться, тогда выбираем это. И у нас следующая опция. У нас товар имеет иерархическую структуру. То есть, это именно распределение одежды. Внутри одежды у нас идут, например, ботинки, свитера. То есть, вот такое разделение. В данном случае у нас как раз именно вот эта штука идет. Ну, и дальше еще две опции. То есть, первая опция мы говорим в системе, что у нас именно в той настройке, ну, вот здесь вот я категорию перетаскиваю сюда, то есть, в этой ячейке у нас именно нужная уже структура, и бери ее оттуда. А вот эта опция, здесь спрашивается, у нас нет нужной структуры, мы ее собираем вручную. Ну, и тоже такая штука, иногда нужная. Я пока оставляю вот так, как есть. Здесь тоже можно нажать превью, чтобы он показывал, ну, вот он показывает, кудис, худис, то есть, нормально все заходит без проблем. Тоже кратенько, чисто как вот для обзорного видео. Цель сегодняшнего видео у меня именно ознакомить, что вообще умеет этот плагин, и как им вообще пользоваться. Итак, ладно, поехали дальше. Следующий, очередь, товар опшенс. И здесь мы можем уже указывать именно опции самой записи, то есть, с каким статусом ее импортировать, с какой датой, открывая открытые комменты или нет, есть трекбэки и пинбэки или нет, какой нужный слаг. Причем вот это пост слаг раздела очень важно, если вы, например, переносите, да, с одной системы на другую, и вам важно сохранить структуру линков. Тогда вот здесь вот вы как раз должны указать нужную, то есть, именно структуру. Авторов поста. Здесь вы указываете то же самое, если импортированы какие-то вложения, файлы приложены, тоже здесь все указывается. Но на моей памяти у меня был только один опыт, когда мне необходимо было переносить с какой-то самописной системы на WordPress. Я пользовался как раз вот этим плагином WPOL Import, и здесь я указывал именно слаги необходимые, чтобы все это выгружалось. Там я делал очень просто. Я базу там слил, и здесь через XML файл ее просто залил. И в принципе проблем у людей никаких нет, до сих пор там сайт тот работает. Собственно все. И дальше у нас остается раздел Function Editor, и здесь мы можем как раз указывать необходимые функции, это я покажу как, которые нам позволяют сортировать данные, заводить нужные и так далее, условия задавать. Например, очень часто встречаются условия заводить товары там, например, из определенной категории с повышением цены там на 20%. Вот это часто тоже встречается. То есть вот такие все функции, это все задается через этот раздел. Все, собственно. И здесь у нас остается еще одна интересная опция, собственно, сохранение темплейтов. Здесь можно указать темплейт, и тогда все наши настройки, вот эти все настройки, они сохранятся в отдельный файл, который можно потом и выгрузить, и загрузить, и перенести куда угодно. То есть вот это частая система и пользуюсь. Поехали дальше. Следующие. И на четвертом шаге у нас очень важный и обязательный момент. Во-первых, уникальный идентификатор. Вот если нажать здесь автодеталь, здесь видите, как он формирует. Название ID SKU. Почему он так формирует? Ну, потому что чаще всего, да, если у вас есть прям идентификатор, и вы абсолютно уверены, что они все уникальные, это хорошо. Но так как система может быть не уверена, что они могут быть уникальны. Например, вы заводите с двух разных источников. Поэтому она вот таким образом этот идентификатор предлагает самим настроить. Ну, давайте оставим пока как есть. Тоже, ну, это важный момент с точки зрения не нового заведения товаров, а последующих апдейтов этих товаров из данного источника. Потому что если у вас не будет уникальный идентификатор сходиться, у вас тогда или начнут записи с товарами дублироваться, или еще какой-нибудь геморрой, ну, то есть много проблем могут возникнуть. Поэтому вот на этот уникальный идентификатор обратите внимание. Ну, и следующая у нас опция. Здесь первая опция. Это мы говорим, чтобы он создавал товары из, собственно, из нужного файла. Далее идет опция удалять товары, которых нет, например, в файле. Ну, то есть, как это работает? Было у вас 20 товаров. Вы их первый раз завели. Хорошо. Начинаете обновлять товары. У вас стало 19 товаров. И, соответственно, тот товар, которого нет, система удалит у вас с сайта. Соответственно, здесь можно указать, например, удалять вложение изображения или не удалять, использовать произвольные поля или изменить статус поста. То есть, можно, например, пост не удалять, а, например, изменить произвольный тип запись, то есть, произвольное поле. Если с точки зрения подходить, например, к Wordpress, то там можно указывать визибилити, то есть, можно вот это в каталоге, видимость в каталоге менять, например, при апдейтах. Или делать проще и менять статус, например, товара на черновик. То есть, он как бы на сайте будет, но пользователя его видно не будет. Тоже важный момент. Ну, и следующая опция это апдейт. Здесь он говорит, ну, то есть, когда мы производим уже следующий апдейт, здесь он говорит, то есть, пропускать посты, которые не изменились. Ну, например, файл у вас один и тот же, а там меняется только там. Ну, например, было 20 товаров, изменились, произошли только в трех, цена, например, изменилась. Соответственно, он все остальные товары будет пропускать, ну, чтобы времени занимать и ресурсы. Ну, и здесь вот такая вот еще есть опция, длинная, обновлять только определенные данные или обновлять все данные. Ну, чаще всего ставят все данные. Обновлять определенные данные, здесь тоже это надо всегда смотрится, исходя из определенного проекта и определенного импорта и зависит от того, что там должно обновляться. Потому что, например, в некоторые вообще ничего не обновляют, некоторые обновляют все, вплоть до изображений и названий товаров, то есть, там все это много. Поэтому, чаще всего, я ставлю вот так. Вот этого будет, в принципе, пока достаточно. Shedling Options это опции для настройки крона, ну и дальше у нас конфигурация, расширенная конфигурация, здесь мы указываем уже, как у нас импорт будет заходить. Вообще, если мы говорим про импорт именно больших объемов, ну, например, там 20-30 тысяч товаров, товаров, я говорю, то вот этими настройками можно регулировать вот эту нагрузку некую на сервак. Ну, потому что, если вы здесь поставите, например, 2000 товаров, то есть, разбивать процессные итерации по 2000 товаров, это одно. Если вы поставите 2 товара, это другое, то есть, весь импорт построен таким образом, что у вас не сразу все товары с копом заходят. Если так это будет происходить, то у вас просто сайта ввалится. Соответственно, вся эта, например, 20 тысяч товаров у вас есть, весь сайт разбивается на части, такие, на кусочки. Вот здесь даже есть отдельные опции, насколько этих чинков разделять, сколько чинков по 1000 записей, там можно разделить, там это в настройках ставится, можно там по 500 записей, ну вот, в общем, весь файл импорта разбивается на части, и это каждая часть происходит определенной итерации. Ну, то есть, пошел запрос, например, там по 50 товаров у вас идет, здесь стоит, ну, по 50 итераций. Соответственно, запросили тысячу чинков, тысячу этих рекордов, да, и она еще разбита на 50 итераций. Вот таким образом все это заходит. Сделано это именно для того, чтобы сайт у вас просто ресурсы не жрал. На моем опыте, используя тот же самый хостинг бигет, на самом простом тарифе, на самом дешевом, ну вот, 20-30 максимум товаров заходит, там, если у нас там 10 тысяч товаров, они будут заходить 2-3 часа. То есть, вот такая штука, то есть, на все это нужно время. Итак, я оставляю здесь все как есть, и дальше мы давайте проведем импорт, и, наверное, на этом будем завершать. То есть, следующим образом у вас показывается, что вы вообще настроили, чтобы вы здесь проверили, и здесь у вас говорит, то есть, подтвердить и запустить импорт. Погнали. Ну, у нас всего 20 товаров, импорт маленький, соответственно, все это заходит, ну, вы сами видели, где-то 2-3 минуты у нас это заняло. То есть, сами можете арифметически посчитать, сколько это все будет заходить. Теперь давайте посмотрим, что нам вообще зашло-то. Итак, товары есть, как видите, картинки зашли, ну, даже вот в категории зашли, то есть, категории здесь тоже есть, по категориям даже они разбиты, да, то есть, вот есть вложенные категории, здесь в каждой вложенной категории, то есть, все нормально, здесь это все, это дело зашло, и даже вот в медиафайлах, наверняка, да, все эти картинки у нас есть. но это все классно ну во первых у нас здесь конечно все товары у нас простые ну то есть много условий не соблюдено что чаще все встречается но я вам сразу друзья мои хочу сказать что мы все это будем проходить в следующих видео в следующих сериях потому что я считаю что лучше наверное сделать несколько короче видео но при этом под конкретное заточенное под конкретную задачу например как там разделять простые вариативные товары в зависимости от того что у нас заходит или например как заводить изображение в принципе я готов прислушиваться и к вашему мнению пишите в комментариях как бы вы это видели собственно данный цикл на этом в принципе видео у меня заканчивается сегодня мы с вами разобрали общий принцип того как это работает вообще плагин вопл импорт как он заводит товары как у него работает интерфейс если остались вопросы пишите в комментариях если видео было полезным ставьте лайк подписывайтесь на канал не забывайте про колокольчик с вами был Артем Абрамович берегите себя удачи и всем пока 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 пока